Всем привет, дорогие мои зрители! С вами канал Дневник Оптимистки и я, Людмила. Три месяца назад вот этот вот огромный цветок я обрезала почти напрочь. Гибискус. Китайский, китайская роза или просто розан, розан, кто как называет. Вот. Он у меня сортовой. Названия не знаю, но цветки огромного размера, прямо с мою раскрытую ладонь, и махровые. Но цветёт он у меня редко, потому что у меня мало солнца, и поэтому радует он меня мало. Сейчас он набрал опять огромные приросты. Ещё раз обрезать мне пока его жалко. И даже если у меня вдруг появится такая идея обрезать, то не позволит он мне. Посмотрите, он выпустил. Так, как бы это, чтобы видно было. Здесь вот чуть-чуть видно, он выпускает цветочные почки. Цветочки. Собрался цвести. Вот посмотрите, как я его обрезала. Наверняка не все видели тот прошлый мой сюжетик. Обрезала я его, конечно, очень коротко. Так, как бы это тут показать? Он весь закрылся. Все свои порезы закрыл. Так, нет, тут он даже и не показывает. И вот центральный побег. Видите? Вот он. Я его обрезала и закрыла. Ну что ж такое-то. Вот. И смазала садовым варом место среза. Он тут же дал побег. Вот такой вот он у меня. Симпатичный. Разветвленный. Листья громадные. Тянутся к свету. Тянутся к окну. Но снимаю я вам его не на окне. Сейчас вечер и темно. Когда я его обрезала, все веточки в основном, конечно, выкинула. Но несколько пожалела. Сейчас вот покажу. Так, это сциндапсус у меня тут. Вот, да, заодно решила показать. Вот этот листочек жил долго в чашке. Ну, просто очень долго. Хотела выкинуть. Смотрю, ну, прямо такие корешки. Вот. Не знаю. Посажу, наверное, все-таки. Будет как экспериментальный. Может ли из отдельного листочка вырасти новое растение? Не знаю. Сциндапсус разводится черенками. А чтобы листочками еще не слышала. Вот, посмотрите. Вот череночки я тут три штучки оставила. Посмотрите, какие корни. Шикарные корни. Ну, только бери и сажай. Вот. Я бы с радостью поделилась. Кто любит такие гибискусы. Вот. Это один череночек. Вот, посмотрите. Второй. Точно такой же. Прямо корни чудесные. Как будто, я не знаю. Как будто каким-то волшебным средством намазаны. Вот. Вот третий. Хотя, когда я пыталась однажды... Ну, видимо, не в урочное время отделить. Посадила. То вот один из старых черенков дал такие жиденькие корешки. Вот один корешочек длинный и такие жиденькие корешки. Живой. Все. Ну, вот пока еще не пересадила. Сегодня сажать я их не буду. Я просто вам показываю. Я свой гибискус уже черенковала и сажала, укореняла и сажала. Вот, пожалуйста, у меня в таком стаканчике растет. Видите, такие корни надпускал. Вот. Очень красивые, нежные. Новые листочки. Вот второй такой же череночек у меня посажен. Тоже вот весь с корнями. Здесь, правда, еще вот хурма выросла у меня. Так, ну-ка поставить, чтобы не дрожало. Дрожит, боится сниматься, стесняется. Хурму съела семечко, посадила, и вот оно тут и проросло. Вот второй такой череночек посажен. От росточек уже большой росток получается. Вот. Господи, в горшочке. Еще один. Вот такое семейство гибискусов. Скажите, пожалуйста, куда мне столько гибискусов? Уж очень красиво цвел. Буду надеяться, что зацветут в скором времени. Когда они наконец-то меня порадуют цветами, я обязательно с вами поделюсь. Ну, а кому хочется такой отросточек, череночек укорененный, растение уже почти взрослое или поменьше, если вы из Нижнего Новгорода, пишите. Сегодня мы с вами как-то свяжемся, и я поделюсь. Вот такое сегодня небольшой сюжетик. гибискус, китайская роза или розан. Это воспоминания о детстве, когда в каждом доме росло такое растение. А у кого солнечные окна, он так цвел, как жар горел. Красота! И всего вам доброго, мои дорогие! И всем пока! До следующих встреч!